Липпынт, Франция, Путину скучно, он хочет уйти. Марк Нексон, Липпынт, Франция. 11 апреля 2019 года. Эксперт Глеб Павловский относится к. В 2000 году он вошел в избирательный штаб Владимира Путина, а затем стал одним из консультантов Кремля. Он также занимал эту должность при президенте Дмитрии Медведеве, однако в 2012 году ему пришлось уйти. В тот период Путин заподозрил Медведева в стремлении сохранить власть. Он захотел вернуться в президентское кресло и навязал ему обмен постами. Павловского обвинили в том, что он играет на Медведева, и он был вынужден покинуть окружение Кремля. С тех пор он занимается критической аналитикой ледь путинской власти. По его мнению, президент отрезает себя от страны, перекладывает решения вопросов на свое окружение и хочет лишь одного – уйти. План. Каков ваш прогноз насчет преемника Путина? Глеб Павловский. Путин без конца откладывает тему преемника. На самом же деле он хочет уйти и отдохнуть. Ему скучно. Я знаю его 20 лет. Он никогда не был большим трудягой, но в последнее время он работает все меньше и меньше. Проблема в том, что он создал систему, от которой зависит он сам и его окружение. Оно знает, что если он уйдет, оно потеряет все. А это пугает его. Поэтому оно удерживает его. Как бы то ни было, это не мешает Кремлю задумываться о разных сценариях. Рассматривает целью поглощения Белоруссии, которая позволила бы создать новые образования с Путиным у руля. Эта идея ходит уже давно. Но тут есть два неприятных момента. Прежде всего, решение должен принять президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он делает все, чтобы не закрывать двери и сохранять у Путина надежду, потому что нуждается в его финансировании в энергетической сфере, однако в конечном итоге последнее слово за ним. Далее, нет уверенности в том, что белорусский народ проявит такую лояльность, как себе это представляет в Москве. Для проведения подобной операции требуется согласие основы, то есть население. Как принимаются решения в обстановке постоянно откладываемой перспективы смены лидера. Путин вот уже 20 лет пытается дистанцироваться от решений администрации правительства по типу, «Это не я, а они». И так действительно все больше обстоят дела на практике, хотя он и пытается сделать вид, что держит ситуацию под контролем. В результате его окружение занимается все большим числом вопросов, что создает проблему легитимности. Никто из тех, кто стоит вокруг него, не был избран. Такая система управления государством не может быть устойчивой. Может ли это объяснить задержание, например, американского бизнесмена Майкла Кови, Мичель Чальвей, при том, что сам Путин параллельно требовал оставить предпринимателей в покое? Это можно рассматривать и под таким углом. Дам вам другой пример. Он касается Европейского университета в Санкт-Петербурге, чье здание разжигает аппетит у некоторых. Несмотря на три письменных постановления Путина о том, что против учреждения не должно ничего предприниматься, недвижимость в конечном итоге арестовали. Кто? Нам это неизвестно. Как стоит понимать произошедший две недели назад арест бывшего министра Михаила Абызова, это может быть операцией силовиков, которые проверяют тем самым масштабы своего влияния, и, или инициативы Кремля, которые пытаются поднять рейтинги Путина с помощью разбирательства над коррумпированным министром. Борьба с коррупцией все еще остается популярной темой в общественном мнении. Кроме того, Абызов оказался под прицелом антикоррупционных компаний оппозиционера Алексея Навального. Пенсионная реформа стала поворотным моментом. Люди могут смириться с ухудшением условий жизни и покупательной способности в разумных пределах, но пенсия – это уже другое дело. Люди ждут ее как заключенные освобождения из колонии. Увеличение пенсионного возраста стало психологической травмой, в том числе и для молодежи. Путин же не ощутил важность этой темы. Он упорствует в отрицании и возлагает ответственность на СМИ, обвиняя их в том, что они неправильно объяснили ситуацию. Это отразится на выборах. Избиратели теперь готовы голосовать за любых кандидатов, которые не принадлежат к президентской партии «Единая Россия». На муниципальных выборах в Усть-Илимске две недели назад победил беспартийный кандидат, что будет разыгрываться на сентябрьских губернаторских выборах. Эти выборы несут в себе большой риск неодобрения для власти. Именно поэтому сейчас заменяют губернаторов многих регионов. Кремль делает ставку на то, что население не успеет достаточно узнать их и поддержит их без особых раздумий. Что означает для Путина победу юмориста в первом туре президентских выборов на Украине. Избрание Зеленского стало бы хорошей новостью для Путина, потому что он прежде всего хочет хаоса на Украине. Зеленский уже считается слабым и поддающимся манипулированию человеком. Тем не менее не исключено, что такое мнение в корне ошибочно, как уже было с Трампом, и Зеленский может оказаться достаточно неудобным президентом. Какова стратегия Москвы в Венесуэле? Россия теряет и будет терять там огромные деньги. Потому что Мадуро никогда не вернет вложенные средства. У России нет стратегии в Венесуэле. Сейчас не та ситуация, когда Хрущев контролировал Кубу. Изменилось то, что Россия ощущает, что у нее развязаны руки, и собирается действовать по собственному усмотрению. После аннеоксии Крыма она думает, что может все себе позволить, раз со стороны США не было объявления войны. Тем более, что ее вмешательство в Сирии рассматривается как успех. Если у Москвы получится отстоять свое присутствие в Венесуэле и удержать Мадуро у власти, это станет новой победой над США. Это театр, разрушительный идеализм. Российская власть не понимает, что обладала бы большим влиянием в международных отношениях, если бы аннеоксии Крыма не было. Путин мог бы сыграть настоящую роль посредника на Украине и даже, быть может, между Европой и США. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.